В новом году по традиции журналисты канала 16 вспоминают самые яркие и громкие события ушедшего года. В новом выпуске программы «Дополнительное время» мы расскажем о самых значимых спортивных новостях. В январе в должность тренера по самбо спортивной школы ИКАР вступил чемпион мира и Европы по боям без правил Максим Тарасов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виталий Карлович встречал нас на каждой тренировке с новыми заданиями, с новой энергией, с новыми идеями. В общем-то, занятия, ну, в двух-трех словах, на самом деле, это описать невозможно, потому что я начал заниматься в 10 лет, а закончил в 30. То есть, практически 20 лет Виталий Карлович был моим бессмерным тренером. И огромный багаж знаний как житейских, так и спортивных, конечно, от него нам достался. Став 17 лет мастером спорта СССР, Максим Тарасов стал мечтать о продолжении карьеры в борьбе дзюдо. Но потом спортсмен все-таки ушел в смешанное единоборство и в 1995 году участвовал в самом первом в России турнире по этому виду спорта. Также Максим Тарасов два года практиковал джиу-джитсу – японское боевое искусство. Хотя у чемпиона и небольшая тренерская практика, но он уже преподавал у юношей, взрослых спортсменов, офицеров и курсантов, участвовал в организации различных спортивных мероприятий. Я все-таки надеюсь, что мой профессиональный опыт и опыт преподавания, тот опыт, который все-таки у меня был даже после окончания спортивной карьеры, мне позволит помочь нашему тренерскому составу в достижении более высоких результатов. Цель, конечно же, заниматься с ребятами, чтобы в городе узнали, что у нас есть новый тренер, что есть новые идеи, чтобы люди приходили, занимались. В должность тренера по самбо, спортивной школы «Икар» Максим Тарасов вступил с 10 января. Желаем новому тренеру профессиональных успехов, высоких спортивных достижений и красивых побед. В феврале сборная России обновила национальный рекорд по завоеванным медалям на Олимпиаде 2022 в Пекине. Наши спортсмены стали вторыми по общему количеству медалей и девятыми в общем зачете. И это новый максимум для страны. На Олимпиаде в Пекине 2022 Саровский лыжник Артем Мальцев не сумел завоевать медаль. Он стал девятым в скейтлоне, пятым в финале спринта и четвертым в масс-старте. В Инстаграме спортсмен подвел итоги своих первых Олимпийских игр. «Спасибо всей команде и болельщикам. Впереди очень ответственных и замотивированных четыре года. Все, что не делается, все к лучшему», – написал Артем Мальцев. Но нижегородцам все-таки удалось покорить Пекин. Конькобежец Сергей Трофимов в составе мужской сборной России завоевал серебро в командные гонки-преследования. В полуфинальном забеге россияне установили новый Олимпийский рекорд – 3 минуты 36,61 секунды. Но в финале уступили норвежцам. Для Сергея Трофимова это уже вторая Олимпиада в карьере, но Олимпийская медаль – первая. Чемпионы на Малой Родине встречали по-особенному трогательно и тепло. Безусловные триумфаторы сборной России – лыжники, завоевавшие четыре золота из шести. Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спецов, Сергей Устюгов. Хоккеисты дошли до финала, но, к сожалению, уступили титул финам. В фигурном катании наши спортсмены также показали высший класс в командном турнире и в женском одиночном катании. Анна Щербакова блестяще выступила на льду и принесла России золото. В сумме за два соревновательных дня она получила 255,95 балла. Малая Родина В этом году в Пекине наши спортсмены взяли 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей, став девятыми в итоговой таблице и вторыми по количеству медалей. И это новый максимум для страны. Раньше рекордным количеством считали результат на играх в Сочи 2014 – 29 медалей. На зимней Олимпиаде в Пекине победила сборная Норвегии, в активе которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия, а третьим стал Китай. В апреле хоккейный клуб Саров завоевал золото чемпионата Нижегородской области высшей лиги. В решающем матче саровчане одолели действующего чемпиона. Старт из Таншаева. Историю триумфа хоккея в Сарове написали на наших глазах. Впервые за все время существования клуб из нашего города стал победителем чемпионата области в высшей лиге. Саровчане долго шли к этой победе. В прошлом году завоевали бронзу. В этом подняли планку и дошли до финала, где встретились с действующим чемпионом – Таншаевским стартом. В субботу на льду соперника наши хоккеисты проиграли со счетом 8-2, заставив болельщиков понервничать. Но в воскресенье дома показали характер. Начали хорошо. 4-0 повели. Показали битву. Показали характер. И вот немножечко так дожали их в конце и выиграли 7-4. Андрей Калашников забросил шестую шайбу в третьем периоде, увеличив разрыв. А за две с половиной минуты до окончания игры седьмую шайбу забил Руслан Зазнобин. Тем самым утвердив окончательную победу Сарова. В первую очередь очень много болельщиков пришло. Давно такого здесь не было, даже когда была профессиональная команда. Хочу обратиться всем большое спасибо болельщикам, потому что нас так сильно поддерживали и на выездных сериях, и здесь. Мы им отблагодарили это кубком золотом для Сарова. Весомый вклад в победу внесла молодежь. В этом году играть во взрослую команду пришли выпускники спортивной школы Саров, студенты Саровского физико-технического института НИЯУМИФИ. Я болею как представитель института САРФТИ. У нас очень много студентов играет в этой команде, поэтому мы поддерживаем вузом. И наши студенты приходили болеть. Я уже без голоса. Трудно описать словами ликования спортсменов и болельщиков. Получив кубок из рук представителей областной федерации хоккея, хоккеисты сделали почетный круг по арене Ледового дворца, продемонстрировав трофей зрителям. Затем, по традиции, победителей подбросили вверх кепки. Мы команда. Вот кулачок один. Когда мы по одному, мы не можем играть. А когда мы все вместе, когда мы выходим заряжены, мы коллектив, мы готовы. Тогда шансов нет ни у кого. Я думаю, в следующем сезоне тоже попадаемся. В декабре лучшие спортсмены Сарова и их тренеры получили награды. Церемонию награждения по традиции провели в молодежном центре. В этом году победители определяли в 11 номинациях. Пятикратный призер первенства России, дважды победитель первенства Евразии. 11 лет воспитанника кара Андрей Малыгин отдал рукопашному бою. Не раз со своим наставником Валерием Трубином юноша покорял новые спортивные вершины. Большая удача найти свой вид спорта, в котором сможешь раскрыть потенциал, считает Андрей. И ему это вне всяких сомнений удалось. Привел меня отец туда, за что я очень благодарен своим родителям, в принципе, за то, что они меня туда привели, за то, что они меня направили в то русло, потому что найти спорт, в котором у тебя начнешь что-то получать, довольно тяжело. А за 11 лет нашей работы с тренером, мы на самом деле много чего добились. Успехи Андрея Малыгина в нашем городе оценили по достоинству и признали юношу лучшим в номинации «Спортсмен года» вне олимпийских видах спорта. Лучших в спорте наградили на сцене молодежного центра. Почетное звание «Тренер года» получил Валерий Трубин. Хоккеисты, баскетболисты, пловцы, теннисисты. Наверное, десятки видов спортов, в которых Саров действительно несет свою славу. И нам не стыдно представлять наш город во всех видах спорта, которые только существуют. Конечно, я знаю, каким трудом и какой кровью достаются эти победы. И очень уважаю тех людей, которые в жизнь положили за достижения во имя спорта, во имя города. Лучших в этом году определили в 11 номинациях. Победителем в номинации «Молодое дарование» стала Алиса Рубцова. Призер молодежного первенства мира по шашкам. Тренирует Алису Олег Васенькин. В номинации «Преданность спорту» награжден Николай Иванович Орлов. Победитель всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Я должен эту награду вручить тренеру Сергею Павловичу Егоршину, мастер спорта по ориентированию. Это благодаря его, он как играющий тренер, тоже участвовал во всех соревнованиях и привел меня к таким наградам. Гостям вечера подарили праздничную программу.